На повестке заседания правительства стояло 11 законопроектов. Началось все с социальных вопросов, первый из которых касался повышения и увеличения ежемесячного пособия для вдов и вдовцов, сотрудников, органов безопасности и прокуратуры, погибших при выполнении задания. С января 2018 года законопроектом предусмотрено увеличение размера ежемесячных денежных пособий родительским вдовцам, вдовам и наш служащих до 1000 рублей. Второй законопроект вносит изменения в порядок выплат регионального капитала семье. До конца 2020 года установлены сроки выдачи сертификата. Однако это не значит, что в дальнейшем закон не может быть продлен. Изменения коснулись целевых направлений, на которые можно тратить полученные средства. Это получение услуг по подключению и технологическому присоединению жилых помещений или объектов индивидуально-жилищного строительства к системам инженерно-технического обеспечения. Установлена единая денежная сумма, которая будет выделяться по региональному капиталу семье. С 1 июля 2018 года она составит 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего детей. Поменяется и порядок распоряжения полученным сертификатом. Теперь будет разрешено использовать погашение ипотечных кредитов, не дожидаясь достижения трехлетнего возраста на приобретение средств реабилитации, но и другие направления. Все предложения поступили непосредственно от многодетных семей и внесены в законопроект по поручению губернатора Сергея Морозова. Работа над законом не останавливается. Уже сейчас ведется разработка мер дополнительной поддержки многодетных семей. Второй блок вопросов касался сельского хозяйства. Были рассмотрены законы, связанные с приобретением дополнительного имущества для организации пожарных пунктов, противопожарных пунктов. И это также позволит нам защитить наши населенные пункты от данной угрозы. Целый ряд нормативно-правовых актов расширил полномочия правительства и губернатора в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий. Они также сыграют на руку жителям области. Последними документами, рассмотренные на наседании правительства, стали отчеты президенту России о поддержке кооперации пожилых людей. Соответствующие поручения давались Владимиром Путином. И пришло время отчитаться об их исполнении. На сегодняшний день, Александр Александрович, у нас уже создано и зарегистрировано 8 кооперативов, 17 из которых были зарегистрированы в 2016 году, а 10 за первые полугодия. Целевые показатели по кооперации составляют 6 кооперативов в год. Таким образом, за полгода Ульяновская область не только выполнила их, а даже перевыполнила почти в два раза. Хорошо обстоит дело с выполнением социальных поручений президента. Нам, на самом деле, удалось заплатить очень серьезную очередь среди лиц пожилого возраста на оказание мер социальной медицинской области. Все законопроекты были утверждены членами правительства единогласно. Теперь их ждет рассмотрение на заседании Законодательного собрания области. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.